Друзья, всем привет! С вами Олег и канал StableGear. Сегодня я вам покажу отдельный веб-интерфейс для апскейлера Supir. Supir — это точный апскейлер, который подходит для фотографий, для изображений, каких-то картин, возможно, где вы хотите сделать апскейл очень высокой точности, чтобы лица не поменялись, чтобы ваши картины, основную концепцию не поменяли, не перегенерировались, как может произойти с другими апскейлерами, которые используют сэмплирование. Здесь апскейлер намного точнее. Для кого подойдет этот веб-интерфейс? Для тех, кто занимается фотографией, для тех, кто апскейлит там какие-то свои картины, либо какие-то работы, которые требуют высокой точности. Ну и также это будет полезно для тех, кто не пользуется Confir. Ну давайте перейдем к этому веб-интерфейсу. Начнем прямо сразу с него. Веб-интерфейс выглядит вот таким вот образом. Он очень простой. Здесь мы загружаем изображение на вход. Просто вот сюда вот перекидываем его. И здесь у нас есть сразу небольшой апскейлер. Мы можем по ширине, например, задать там 500 пикселей, нажать Resize. И это изображение апскейлится до 500 пикселей по ширине, а высота берется уже с пропорцией. Здесь не используется какая-то отдельная модель для апскейла. Здесь просто обычная интерполяция. Это у нас блок для пакетной обработки. Здесь мы можем его включить вот этой вот галочкой. И тогда уже сюда мы можем добавить путь какой-то папки, где у нас лежат изображения, которые мы хотим проапскейлить. Либо можем нажать Browse, откроется браузер обычный, Windows Scale, и там уже выбрать необходимую папку. И вот этот вот путь, он сам заполнится. Если мы галочку снимаем, то мы работаем автоматически только по одному этому изображению, входному. Далее, ниже у нас есть самый важный параметр. Это Scale Factor. Насколько мы это изображение будем масштабировать. Здесь я сделал небольшую подсказку. При перемножении ширины или высоты на Scale Factor у вас должно получиться не менее 1800 пикселей. Если у вас будет менее 1800 пикселей, то качество, скорее всего, будет не очень хорошее. Если будет больше, то качество будет только лучше. Но есть, конечно же, негативная сторона. Чем мы больше увеличиваем разрешение, тем дольше у нас этот обскейл будет происходить. Поэтому здесь нужно выбрать просто какую-то середину для себя по времени обскейла и по разрешению. Вот 2400 пикселей мне нравятся. Я обычно использую такую величину, но 1800 в некоторых случаях при крупных вот таких портретах вполне неплохо тоже работают и значительно быстрее. При каждом разном сиде у нас получается разный результат. Например, у вас где-то может получиться результат не очень хороший. И там фон какой-то там может быть с какими-то там волосами. Такое тоже бывает, если там какие-то дефекты есть. А то вы можете просто другой сид поставить вот здесь, и у вас получится результат немножко другой. Возможно, он будет значительно лучше. Подсказку вы можете оставлять вот такую-то универсальную и позитивную негативную. Но в негативной подсказке обратите внимание, что здесь прописан рисунок, картина маслом, иллюстрация и так далее. То есть, если вы, например, будете обскейлить какую-то свою картину или какой-то там свой рисунок, то обязательно удалите ненужные слова отсюда, чтобы это не мешало вашему апскейлу. Позитивную подсказку вы тоже можете сделать более точную. Например, закинуть входное вот это изображение в какую-нибудь LM модель, описать это изображение сюда уже вставить. Это будет только плюсом. Но вот такой вот универсальный промпт, он тоже работает. Соответственно, для пакетной обработки у вас какой-то должен быть универсальный промпт. Вот такой вот, например. Но более точный он будет только лучше. Далее, количество шагов, 30 шагов вполне достаточно. Но если вы поставите там чуть побольше, там может быть 40 шагов, может быть будет немножко получше. Но, соответственно, это уже влияет, опять же, на время работы. Но 30 – это вот прям хороший результат тоже получается. Промпт CFG будет влиять на выраженность подсказки, то есть на ее силу и, соответственно, силу изменений, которые она будет выносить в вашу генерацию. Если вы CFG здесь повысите, то у вас, скажем, изображение будет более сильно меняться и, возможно, какие-то элементы будут артефактные появляться. То есть такое тоже возможно. Вот CFG 2 – это такой оптимальный параметр. Я его здесь выставил. По умолчанию он здесь тоже стоит именно CFG 2. Остальные параметры менять не стоит. Они вот такими вот должны оставаться. Нажимаем Generate, получаем вот такой вот апскел. Давайте я вам сейчас покажу сравнение, прям вот что было, что стало и еще разные модели. Этот, кстати, веб-интерфейс работает на пятитысячной серии и на более старых сериях тоже должен, по идее, работать. Если не будет, то напишите мне. И я постараюсь для более старых версий тоже тогда подкинуть вам другой архив. Но я думаю, что этот веб-интерфейс должен работать вот с этими настройками на всех сериях. Ну, посмотрим. Мы можем нажать и раскрыть его в весь экран. То есть у нас вот такое вот изображение получилось, просмотреть его. И можем его скачать, нажав вот сюда вот скачать. Скачивается это изображение в PNG формате. Нажимаем сохранить и сохраняем его там на рабочий стол куда-то или еще куда-то. Если вы забыли сохранить изображение вот таким вот образом по кнопке, как я показывал, то вы можете результат ваш найти вот здесь вот. Super Outputs. Вот здесь все ваши апскелы будут сохраняться на автомате. Но если вы делаете пакетную обработку, то есть вы включили вот эту галочку, поставили здесь пульт, например, а десктоп там папка 1. Ну, давайте сделаем для примера. Создадим папку 1. Зайдем в эту папку. Скопируем отсюда путь вот такой вот и просто его сюда вставим. И туда нужно будет поместить некоторые изображения на вход. Например, вот такое вот такое изображение. Закидываем их вот сюда вот. И теперь у нас там внутри есть два изображения. Соответственно, мы здесь выбрали папку. Нажимаем Generate. И теперь уже дожидаемся апскела вот этих вот двух изображений. Это у нас Batch Count. И каждое изображение у нас апскелится по очереди. Если вы используете именно режим Batch, то у нас уже эти изображения будут сохраняться не в папку Super Web Interface, а вот прямо в эту же папку, которую мы выбирали. Только здесь остается под каталог Super Outputs. И сюда эти изображения начинают сохраняться. Если вы много изображений апскелите, какие-то, например, апскелили, вам нужно выключить компьютер, вы можете эти изображения, которые уже апскелились, из этого каталога просто убрать и потом уже в следующий раз заново запустить апскел. И, соответственно, только те изображения, которые здесь находятся, они будут апскелиться. И в итоге они сохраняются вот здесь. Вот такое вот изображение. Парапскелилось, сохранилось вот таким вот образом. Давайте теперь перейдем к сравнению. Я вам покажу некоторые сравнения. Слева у нас исходное изображение. которое было в низком разрешении. Справа у нас проапскелленное изображение. Мы можем даже еще вот так приблизить. Разница здесь существенная. И точность этого апскела тоже очень высокая. Теперь еще одно небольшое сравнение. Справа у нас модель Full Realvis XL V4. Слева у нас Realvis XL V4 Lightning. Вот многим нравится апскел на Lightning. Там детали более выраженные, такие более контрастные, более сочные. Но есть и негативная сторона. Здесь появляются артефакты. И волосы, они такие становятся более, скажем, похожи на солому. Но опять же, это при низком разрешении. Если разрешение мы здесь поднимем, например, там до 3,5 тысяч, то волосы уже соломы здесь не будут. И глаза будут более, скажем, правильной формы. Здесь вот на полноценной модели SDXL, Realvis XL V4, здесь более все плавно и аккуратно. Мне напротив нравится вот модель полная, то есть Realvis XL V4, не Lightning. И я предпочитаю использовать ее. Но вы можете использовать и ту, и другую модель. Я вам сейчас дальше покажу, куда эти модели можно поместить и уже для себя выбрать более правильную модель. Возможно, вообще вы уберете другую какую-то модель, не Realvis XL V4. Может быть, еще какая-то модель есть, о которой я просто не знаю. Вот еще одно сравнение. Слева у нас Lightning модель, справа у нас полноценная модель. Одинаковое разрешение, здесь одинаковые параметры. А вот таким вот образом эти модели апскелят. И еще одно сравнение. Слева у нас ConfUI. Это сделано в ConfUI, прям при аналогичной же схеме. Справа вот этот веб-интерфейс. Но слева у нас разрешение чуть выше, там, по-моему, 2400 пикселей. Здесь у нас 1980, по-моему, пикселей. Поменьше. И по качеству, в принципе, очень похоже. Здесь все-таки немножко детали прям более выражены. Но здесь разрешение немножко повыше. Но при условии, что если было бы равное разрешение, наверное, было бы, я думаю, очень похоже. И еще одно сравнение. Здесь у нас SkillFactor 5-кратный. Здесь у нас SkillFactor 6-кратный. Это все сделано в одном веб-интерфейсе. Если мы разрешение повышаем, даже в этом веб-интерфейсе, вот слева получается изображение уже более точное. И детали, соответственно, более тонкие, более аккуратные. Другие изображения я вам не буду показывать. Там, в принципе, то же самое. Я все эти изображения сохраню на Boosty. Вы сможете их там сами распаковать из архива и проверить, там сравнить, посмотреть. Они вот так вот подписаны. Оригинальное изображение. И, например, там полноценное full изображение или lightning изображение. Теперь давайте перейдем к установке. Чтобы этот веб-интерфейс установить, вам достаточно скачать вот этот архив. Ссылку я приложу на Boosty. И также вы сможете, конечно же, попробовать оригинальный репозиторий, но там не совсем такой веб-интерфейс. Я его переработал. Он выглядит вот таким вот образом. Здесь вы просто можете скопировать этот репозиторий, git-клон, соответственно, эту ссылку вводите и копируете его, куда вам нужно. Но придется его там доработать, чтобы вот получилось именно так, как у меня вот здесь. Там многих функций просто нету. И настройки тоже не совсем такие. Но ссылку на это оригинальное репозиторий я вам обязательно оставлю. Теперь давайте я вам покажу, как установить этот веб-интерфейс и как в него добавить необходимые модели. Скачиваем вот такой вот архив с этим веб-интерфейсом. Он будет весь поменьше. Здесь просто он с моделями. Этот архив нажимаем здесь распаковать. Либо 7-zip архиватором, либо WinRAR архиватором. Распаковываем этот веб-интерфейс. После этого в распакованную папку заходим. Запускается этот веб-интерфейс с помощью run.bat. Здесь же мы можем правой клавиши нажать, изменить нажать. И у нас открывается в блокноте он. Здесь у нас есть некоторые ключи. Вот этот вот последний ключ означает то, что у нас основная модель будет не FP32, а здесь она как бы загружается именно FP32. А в итоге она у нас будет генерироваться при FP16. То есть такая конвертация небольшая будет происходить при запуске этого веб-интерфейса. Если вам это не нужно, вы можете этот ключ отсюда убрать. Далее заходим в папку SDXL и вот сюда вот мы можем поместить модель SDXL нижнее подчеркивание V10 VFIX. То есть эту модель не обязательно прям такую искать. Да, вы можете любую свою модель SDXL сюда взять, переименовать ее вот в это имя. Если им будет какое-то другое, то не сработает, эта модель не подтянется. То есть обязательно должно быть вот такое вот имя. В инструкции я на Boosty это все обязательно пропишу. А далее вы можете свои там еще какие-то другие модели поставить, просто потом менять название, скажем, их подключать. В самом веб-интерфейсе выбирать другую модель пока нельзя. Возможно, потом я какую-нибудь эту функцию туда добавлю. И SDXL модель должна быть полноценной. Она должна содержать клип и вайет. То есть видите, 6,7 мегабайта она есть. Это полноценная SDXL модель. Давайте выйдем обратно и зайдем теперь в папку QF-SK5. Сюда мы должны поместить модель Super V0-Q-SK5. Это модель FP32, не FP16 там урезанная, а именно полноценная модель FP32. Также мы сюда можем поместить модель Super на окончании, которая имеет F. Это модель для плохого освещения. Там Ctrl предназначена. Как правило, обычно всегда хватает этой модели Q. Она, как правило, лучше всегда работает. Поэтому я ее вам буду предлагать именно вот эту скачивать. Но вы можете использовать модель F тоже. В общем, весь процесс вашей установки это распаковка архива, потом помещение модели SDXL вот сюда вот, вот с таким вот именно именем. Этой модели у вас здесь не будет. Она вам здесь не нужна. Это Lightning. Я просто для экспериментов пользовался вот этой модели и вот этой. Я вам ссылки приложу и на Lightning, и на полноценную модель Full SDXL Realvis XL V4. И также вам ссылку приложу на вот эту модель. Тоже ее нужно будет запоместить. Вот и все. После этого нажимаем здесь Run.bat дважды и у вас запускается этот веб-интерфейс. После того, как этот веб-интерфейс у вас прогрузится, у вас должна быть примерно вот такая вот картина. Здесь у вас должен быть IP-адрес и через двоеточие порт. Нажимаем Ctrl на клавиатуре и левую клавишу мыши и у вас открывается консоль этого веб-интерфейса в вашем браузере по умолчанию. Если вы хотите открыть этот веб-интерфейс в каком-то там другом браузере, просто выделяем вот этот вот IP-адрес и порт, нажимаем Ctrl-C, то есть копируем это все. Открываем ваш любой просто браузер и вот сюда вот в адресной строке Ctrl-V нажимаем, вставляем этот IP-адрес и этот порт. Нажимаем Enter, у вас открывается опять же это веб-интерфейс. И дальше все, как я показал, закидываем изображение, нажимаем Generate или подбираем кратность апскейла. Друзья, вот такой вот веб-интерфейс, надеюсь, он вам понравится, очень удобный, на мой взгляд. Но он, конечно же, занимает место в районе где-то 20 гигабайт он вас займет, при условии, что у вас модель SDXL и Super где-то уже есть. Вы их можете символическими ссылками вставить в этот веб-интерфейс и их переименовать. Прям символические ссылки можно переименовывать, если у вас как-то эти модели называются по-другому, но наверняка по-другому. Сборка эта портабельная, какой-то отдельный Python, вам там ничего ставить не нужно, просто распаковали, все в ней уже есть. В общем-то все. Также хочу напомнить, что у меня есть курсы по автоматик, forge и confi по этим веб-интерфейсам. Если вам это интересно, хотите более системно проходить обучение этим веб-интерфейсам, то приглашаю вас на свои курсы. На сайте stablegiv.ru вы можете ознакомиться с уроками этого курса и также там есть контакт-администратор, любые вопросы обязательно задавайте, всех жду на курсе. Также заходите на мой Boosty, там очень много интересного материала, различных уроков на различные вообще темы и очень подробные инструкции по использованию тех или иных решений. Ну и также заходите в Telegram-чат, это большой комьюнити для общения людей по интересам. На этом всем удачной генерации, хорошего настроения, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok